Возьмем ультрамаринчик, возьмем розовинку и плотно, не сухомятку, плотно с веществом, пройдешься, создашь эту абстракцию фонового пятна, где-то с намеком на свисающую ткань, где-то с намеком на складки свисающей ткани, где-то с намеком на штрих ткани, ткань любит штрих, поэтому где-то с намеком на штрих. Если что, добавляй сюда влаги, чтобы она не была слишком вязкой. Нашвырить, хорошо? Рябушку. Поскольку там рябик, нам ничего не остается делать, как набрать эту рябушку. Скупее, чем там. Потому что самые мы уже будем дорисовывать пальцем пространство. И ты видишь сразу цветки на лицо. Их даже рисовать не надо, надо просто повращать пальцем. А вазочку наметить сразу? Когда ты накидаешь фиолетовинки, ты возьмешь зелень. Может быть тоже с бирюзой возьмешь. Зелененький возьмешь. Сначала голубой, коричневый. Баз тебе вот эту темнятинку. Потом плюс желток. Нашвыряешь, нашвыряешь. Сам стеклянный предмет, когда ты накидаешь и того, и другого. Возьмешь и того, и другого. Спустишь. Дашь штрих по цилиндру и поставишь блик. Но я шучу. И продолжишь уточнение уже такого характера. Ноги этих стволиков. Посмотри, что делаем. На раз, два, три. Мы как бы сверху смотрим на него. Вот по такой тройке. Смотри, как ему красиво быть. В наклоненном. Вид сверху. Возьмешь цветнотики. И намигаешь ими. Вот такими цветнотиками. Желтыми, оранжевыми. Розовыми. Чуть-чуть намигаешь. Пальцем. Если ты помнишь, я доставал вот эти вот следочки. Подоставай их тоже. Пока достать, а уже потом заносить. Потом, да. Сначала сделай какой-нибудь просто фиолет фиолетовый. А потом возьмешь разбил. И в этот разбил. Вмитнешь. То есть, штука мутная. И там мастихину делать нечего. И обязательно эти ноги, ноги растений. Вот они. Вот они. Вот они. Смотри, прямо палец сам очень умно раздает. Не надо делать мастихиновые укладки. Вот она. Мастихином ты можешь... Единственное, что здесь подложить... Вот эти внизу какие-то. Чтобы мутность эта вполне выразилась. Некоторый намек на толщину стекла снизу. И когда донакидаешь вот этих вот подробностей, ты можешь чуть-чуть вдоль веточек дать борозды. Оно выразит те веточки, которые ближе к нам, что они имеют толщину и как бы прорисованы. Но потом все это, особенно когда красочка станет, а красочка станет, ты возьмешь некий разбел и немножко этим разбелом перебьешь. Появится как бы поверхность стекла. Не обязательно по всей длине, можно только по верхней части. Тоже подложить что-нибудь, да. И вот это. Вот это. Там у них еще есть... Линия воды, которую можно обозначить. И там вообще нет блика. Но нас такая ситуация не устраивает. Мы возьмем и подложим бличок. Может быть даже в форме окна. О! Ну, окна, крестовинные окна. Вот. И тогда будет очень понятно, почему свет пробил насквозь и там уперся в... Да, вот сюда вот, если вы не закладывали еще много, да? Сюда? Ну, да. Ну, просто здесь белый будет кричать. Отчасти потом выйдут вот эти звуки отсюда. Вот эти. Вот такие полосочки выйдут. Вот такие. Вот они, посмотри. Причем старайся где-то, вот где возможно, хулиганить. Вот прямо есть кое-где направления, в которых можно похулиганить. Вот они, лепестоники, вот они. Прикольно так? Да. Давай так. А с цветами пока не трогать. Ну, ты сейчас уже что-то набрала, хорошо. Можно чернявочки вот этих мест дополнить, да. Чтоб каркас темного схватил букет. Чтоб он не был аморфным. То есть чуть-чуть чернявочек нашвырять. Ну, тарик который зеленый. Зеленый с коричневый-голубой. То есть он даст вот эту глухоту темного. Но это только в этом месте. Вот это же какой-то такой, да? Там этого, конечно, нет. Там цветоники, цветоники. Так. Потом ты вот так вот подшкребешь. Ну, это вариант о нютиных глазах, насколько я понимаю. Нет, это как-то звать здесь. Желтый. Подшкребешь. И вгонишь беляки этих светленьких цветоников. Да. Уже мастихином, потому что трудно будет преодолеть не мастихином. Да? Угу. Ну, а там уже уточнишь серединочку. Или теневого. То есть ты видишь, прямо вот по такой траектории пошла сюда теневая. То есть свет и оттуда каким-то образом бьет. Можно нахитрить. Потом на плоскости вот этот свет тоже отбросил. И можно показать прямо отброшенность светлого пятна в ту сторону. Ну, и вот эту тенистую, наверное, все-таки как отраженное пятно подложить. Вот эту темнилочку, ага. Темнилочку, может быть, подсадить для того, чтобы появилась геометрия окружения. Тем более, что вечно цветы вокруг каких-то геометрий окна и прочего. А сюда метнулся свет, ты понимаешь? Вот тот же свет, вот туда метнулся. Тоже прикольно. Ну, пощупай, пощупай. Ну, уже прикольно. Да, вот эти вот. Там где-то палку какую-нибудь воткни. Геометрию чуть-чуть. Сквозь ткань, которая закрывает окно. Маленькое, допустим, проявление геометрии. Давай такое. Если этот холодноватый, да, то этот теплый. Ну, перемолоть на желтый. На желтый плюс коричневый. Ну, жуткий цвет. И вот что это вообще за солома? Ты же помнишь, сначала пальчиком вытащим на мутном. На мутном. На этом уже ничего не вытащишь. Это надо перемолоть на мутном. Помнишь первый вход? Тогда вот это мутное разрезается более конкретным. И тогда в это более конкретное можно чуть-чуть, не вот так, а чуть-чуть. Ты понимаешь? И тогда совсем другое дело. На желтый. Так. Очень много пластили на краске без результата пока. Значит, напомню, изначально мутнятина. Ну, беречь там нечего было. Сострадать не от чего. Потому что надо просто пятно превратить в человеческое. Тоже вот проговаривал я желтый с розовым, ой, с коричневым. Никак-то не произошло. Нет, он затерся. Видимо, волшебно. Просто какого цвета эти веточки? Ну, конечно же, зеленые. Но зеленые-то... Мы-то привыкли, что зеленые-то вот это. А зеленые-то и вот это. Ну, поскольку мы привыкли, что зеленые-то вот это, оно все стало вот такого едкого зеленого цвета. Так, сейчас делимся. Губочки. Кого кистрички? Я думаю, пальчиком. Пальчиком. Пятно рисуешь. Не рисуешь содержание пока. Точка, нет? Где-где? Нет, нет. Точка как раз не очень хочет давать уроки. Так, подписать она не против, а вот подавать уроки ни за что. стесняется у тебя есть мой телефон у меня в интернете полный беспорядок есть правда сайтов и там все-все вы не успевает идентично написать чтобы получить проценты так в этом месяце завтра последние занятия ну был такой переходный период был переходный период когда питер перестал ходить а москва резко усиливать и с этого момента там суббота воскресенье есть будни и дни там там все то есть мутата теперь плюс вот эти ноги конечно несколько замученное уже просто поэтому не так все вкусненько как хочется но тем не менее лепесточки которые внутри этих стволиков идейка плоскости воды чем не обязательно от края и до края ее рисовать можно обозначительно поступить истерзанное место не нормально можно потом уберите так так да даже наоборот все больше зависимым становлюсь правда почему так мне это нравится вкусно на своем вот можно несколько усилий там этого нет но это как бы игры рисунка когда мы берем и усиливаем щель между одной одни предметами другим да вот это щель она сразу выявила касание место касания а у шарика у него естественно но все с большим напряжением в какую-то точку поэтому фразу шарикообразно теперь эти темноты вот и и горлышко и вот стволики которые ушли в это горлышко плюс у нас планировался планировался блик ну что стекло любит блик через кого кого а этот самый будем будем но поскольку там уже краски довольно много то мы другим способом смазывать произведем да то есть мы должны обозначить стекло вот таким например действием плюс плечок на вот этой поверхности звонкость блика звонкость блика порешала вопросы но не только вот эти вещи но и смотри торчалки листиков которые там вышли сюда смотри смотри какая-то веточка вы ползла оттуда какие-то лепесточки это те которые уже снаружи смотри смотри тоже эти же сопельки пораспрыгались и там вот они плюс цветочек который вот здесь вот он вот смотри он прямо вот по такой траекторийке змеечкой вышел и здесь сформировался давай так так например например то есть в унисон этим густотным подбрасываем густотам цветкам потому что цветки были только пальцем набраны и это них не додает им так сразу раз и она уже в целом вот какие-то такие звучит она вся состоит из звуков но несколько цветков надо прорисовать чтобы было ясно о каком растении идет речь вот это вот сейчас я пытаюсь нарисовать прорисовать так 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 Фоном можно обрисовывать все это добро. И тоже возвращать заслоненные. Так и хочется уже деревья нарисовать и забыть. Ну, в общем-то, все правильно шло. Смотри, я все время применяю несколько инструментов. То есть интереснее, когда несколько. Можно даже сюда. А вот эти вот, что улицы? Ну, туда вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот совсем вам меньше. Так. 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 тоже как бы конструкции вот эти вот беляки не самый был лучший ход все-таки у фона есть наштрихованность и это красиво ну вот эта вот полосатость наштрихованность поэтому по возможности я бы такой что характер укладки бы изменил поджижешь там негде прислониться и немножко изменишь и вот этот вот эти вот вещи успокоишь то есть там фоновом пятне не должно быть клякс похожего характера на этот то есть там все все иначе чем чем в центре может оставить такой звук или слишком можно еще дать не не все только несколько все остальное пятнышки часть цветков на ту сторону и мы видим только их попки попки ну если хочешь можешь потом как бы дома немножко по вырисовать по сухому но сейчас вырисовывает только два три ну два три вот например какой нибудь вот этот вот этот хочет быть нарисован такой хаотичный цвета белый здесь белый отнимет публика нам невыгодно очень не надо вот пусть здесь белый живет здесь можно тоже темненький один темненький другой можно так можно прорисовать и я такой что что-нибудь вот такое нибудь веточкой вместе с отражением это отвлекает от не точек рисунка здесь правда вот это вот клякс очка и отражение цель и отражение цель очень 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 да все брюка об filmed смотри те которые сам начали меня захватила волна это и пальцы это специально а вот подписывайся вы их выбирайте мне нравится в в в в в в в Это только сейчас поняла, куда он плывет? Представляете, у меня переклинилось на голову. Я думала, как странно... Вот сейчас только я взяла, чтобы туда плывет. Ладно, хорошо, что еще спросить, у кого приехали бы, и все. А если не могу, то нос не так, как надо. Ну, не так, у меня не лежит нос вот сюда. А когда я его пережду, я увидела, что он лежит туда. И думаю, неужели он туда плывет? Я-то его жду, что он ко мне же плывет, алый красота, что ко мне плывет. А они как-то от меня. Просто ни к чему там белый на белом лепесток. Пусть там будет еще один цветной. Хотя бы начинающееся что-то. Наоборот, мутное, а не острое может быть. Какая-то, может быть, почечка, из которой планирует появиться цветок. Пустяк, а сразу весело. Планирует только. С боковым освещением не очень. Давай я его попробую увидеть. Более добрых обстоятельств. Вот здесь, например. Ну, красота. Да, кстати, если что... То есть не спала, вот сейчас. Например. Вот жалко, прям, у меня, на самом деле, вот кусок, где лежит цветочек. Вот именно вот в эту сторону. Хочешь? Правильно. Хорошо.